Казахстан 1992 год. Советский Союз уже в небытие. Казахстан, страна, только что получившая независимость, переживает небывалую гиперинфляцию. Промышленность в упадке. В эти годы республика по-прежнему продолжала использовать денежные знаки уже не существующего государства, которые буквально на глазах теряли свою покупательскую способность, превращаясь в никому не нужные фантики с изображением вождя мирового пролетариата. И этот самый пролетариат едва сводил концы с концами. По сути, настоящие испытания на прочность для новых государств, образовавшихся на обломках СССР, только начинались. И в большей степени это касается Казахстана. Острее всего последствия общего экономического спада ощутили на себе жители шахтерских регионов. Сильно сократилось производство угля и электроэнергии. Это были, на самом деле, катастрофические годы. Я помню, два миллиона человек стали безработными. Одномоментно. Даже электричество в квартиры жилые не могли поставлять. Свечки там, тепло, электростанции не стало давать. Чай кипятили в кварталах на улице, я помню, в том же Тимиртау. Это было везде повсюду. Вот в таком плачевном состоянии мы оказались. И можно только представить, какое удручающее впечатление такая картина на улицах казахстанских городов производила на тех немногочисленных иностранцев, которые прибыли в нашу страну в начале 90-х. Среди них был и Честер Ньюланд, высокопоставленный американский чиновник, отвечавший в свое время за законодательную реформу в сфере государственной службы США. И воспоминания эти у него не самые приятные. Люди были на грани. Я помню, как пару раз видел сидевших на улице граждан, пытавшихся продать какие-то старые вещи, вместо которым скорее на свалке. И все ради того, чтобы заработать элементарно на хлеб и не умереть от голода. Республика, чтобы хотя бы на первоначальном этапе минимизировать последствия общего хаоса, продолжала использовать российские рубли. И когда в соседней стране объявили о предстоящей денежной реформе, Казахстан не планировал выходить из новой рублевой зоны. Но при этом стопроцентной гарантии, что нас в ней оставят, в Москве никто не давал. Руководство республики все больше понимает опрометчивость такого решения. Для построения сильной национальной экономики страны нужна собственная валюта – тенге. Ведь только тогда можно будет говорить о подлинной независимости государства. Для страны было важно провозгласить свою государственную идентичность, что и сделал Казахстан. Вся работа проводилась в большой секретности. К нам обратились с просьбой провести работу над созданием новой валюты. Но прежде нужно было решить главное – напечатать собственную национальную валюту. Сделать это в Казахстане невозможно. В республике не было собственного монетного двора. Тогда обратились к опыту иностранных компаний. Посетили несколько стран – Испанию, Францию, Великобританию и США. Начались поездки за рубеж, встречи со специалистами. И выбор пал на небольшую компанию Туманного Альбиона с 400-летней историей. Мы выпускали банкноты более чем в 140 странах по всему миру. Мы, вероятно, напечатали треть мировых банкнот именно как коммерческая компания. Тем не менее, с Казахстаном и командой ваших специалистов, у которых было такое четкое представление о том, чего они хотели, и такие великолепные образы, это, безусловно, облегчает нам работу. И, главное, доставило большое удовольствие. Кстати, бумагу для будущих тенге закупали там же, в Англии. А вот краску приобретали в Швейцарии. Работа над национальной валютой Казахстана велась в режиме строжайшей секретности. Первоначальная работа над дизайном будущего тенге была проделана отечественными художниками здесь, дома. А вот основную часть предстояло выполнить уже на фабрике в Великобритании. Крис Мэтьюс — студийный менеджер компании «Даля Рю». Именно он уже в Британии вместе с нашими художниками работал над обликом тенге. Тогда казахстанская делегация прибыла в компанию в Англию со своими набросками будущей денежной единицы. Я должен сказать, что часть работы была проделана изначально, потому что казахстанские дизайнеры пришли с очень хорошими, сильными идеями. В этих работах мы увидели, что ваши художники задались целью, продемонстрировали главные составляющие казахской национальной культуры и истории страны, которые были призваны восстановить свою прежнюю идентичность, которая так была необходима для построения нового государства. И им это блестяще удалось сделать. С нашей стороны была команда дизайнеров, которая работала с ними в сотрудничестве, чтобы сделать серьезный дизайн банкноты, и не только с эстетической точки зрения. Повторюсь, что казахстанская группа пришла со всеми материалами, культурными материалами и изобразительными элементами, которые использовались для создания дизайна вашей валюты. К слову, Крис Мэтьюс приедет в Казахстан уже на 15-летие Тенге. И тогда он лично познакомился с богатой историей и уникальной красотой природы нашей страны. Я был в Алматы, и это было для меня полным открытием. Увидеть шелковый путь, познакомиться с историей, поэзией и культурой. Мне посчастливилось побывать на многих культурных мероприятиях. Для меня это открыло Казахстан. Особенно чувствовался диссонанс с наследием Советского Союза. Все выглядело серым и скучным. Казахстан не такой. Это яркая и динамичная страна с уникальной культурой. «Как фунт стерлингов?» Воскликнет директор отделения компании «Долярю» по работе с центральными банками Дамиан Витковский, впервые увидев первый Тенге. Я помню, что видел первую банкноту в 10 Тенге еще в 1992 или 1993 году, когда она только была выпущена. И я помню, как смотрел на нее и думал, ух ты, это совсем как фунт. Это был совершенно новый дизайн и новые функции безопасности в нем. Я подумал, что это мировой класс. Я думаю, что с тех пор банкноты всегда были мирового класса, с новейшими функциями и очень интересным дизайном. Которые, я думаю, были первыми банкнотами, обращенными назад к истории и культуре страны. В то время как вторая серия «Быть и река» смотрела на современную, новую страну Казахстана. А также подчеркивала ее природные чудеса на обратной стороне банкноты с различными регионами. Таким образом, дизайн всегда был высокого качества и очень эстетичен. Дебра Смит в компании «Даля Рю» отвечает именно за Казахстан. И ей есть, что вспомнить и рассказать о том, как группа иностранных экспертов работала над новой валютой – Тенге. Чтобы лучше понять страну и ее задачи, команде компании «Даля Рю», создавшей казахстанский Тенге, пришлось сесть за учебники истории и проштудировать множество литературы по искусству и культуре казахского народа. Было похоже на какое-то волшебство, потому что в комнате было так много энергии, а также образы, которые пришли из Казахстана, эти красивые украшения из слабковых растений, впечатляющие виды природы, все эти замечательные украшения, которые были очень древними и красивыми, с очень впечатляющими знаниями о таких персонажах, как Аль-Фараби, Абай и некоторыми древними и действительно замечательными чтениями из философии. Изучение этих вещей действительно открыло мне глаза на вашу культуру и историю. Но также стили дизайна были такими новыми, цвета такими яркими. Как я уже говорила ранее, команда дизайнеров была настолько профессиональной и дальновидной, что они всегда пробовали что-то новое. Даже если это не работало, они просто много тестировали, раздвигали границы и пытались сделать что-то действительно технологически продвинутое. И во второй половине 1993 года купюры достоинством 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге были доставлены в Казахстан. Новая денежная единица имела 18 степеней защиты от фальшивомонетчиков. Однако были и скептики. Дескать, Казахстану незачем собственная валюта. По крайней мере, сейчас еще не время. Дамион Витковский говорит, что тогда у многих его коллег к деньгам новых независимых государств не было доверия. И по его словам, мало кто в то время верил, что Казахстан все же решится ввести собственную валюту. К началу 90-х годов, когда распался Советский Союз, я думаю, что во всем регионе существовала неопределенность. И создание 15 новых валют было чем-то беспрецедентным за такой короткий промежуток времени. Я думаю, что у всех этих стран, выпускающих свои банкноты, были естественные опасения. Но банкноты — это не только безопасность самой банкноты, но и сила валюты. И это, очевидно, вызывало некоторые опасения. Все эти валюты появились там, где в то время была нестабильность. Вот поэтому были беспокойства и скептицизмы. Параллельно с работой печатного станка на монетной фабрике в Великобритании, в Казахстане пришли к пониманию, что стране нужен собственный монетный двор. И в 1993 году в Алматы было начато строительство банкнотной фабрики. Оборудование поставляла британская компания «Деля Рю». В мае 1995 года на фабрике в Алматы напечатали первую партию казахстанских тенге. Я был в Казахстане в 1992 году, а затем вернулся туда в 2001 году. И к тому времени развитие в стране было настолько велико, что уже менее чем за 10 лет это было совсем другое место. Инфраструктура была лучше, и все было просто более стабильно. Я думаю, что к тому времени у нас не было никаких трудностей в ведении бизнеса. Но я бы сказал, что клиент был очень требовательным и имел очень высокие стандарты. И поэтому речь шла о том, чтобы соответствовать требованиям и высоким ожиданиям, которые они предъявляли. Это были очень хорошие профессиональные отношения с Национальным банком, с фабрикой банкнот и страной в целом. В 2001 году работа банкнотной фабрики уже была хорошо налажена. Мы поставляли материалы и услуги по дизайну. К тому времени банкнотная фабрика имела большой опыт. Валюта уже была достаточно сильной. Она обесценилась, но у нее были силы, чтобы снова подняться. Проблемы были более обычными для любого поставщика-производителя банкнот, потому что валюта уже была установлена. Казахстан уже имеет репутацию страны с передовым дизайном и использованием новейших средств защиты банкнота. Так что там уже были очень устоявшиеся отношения. Повышенная секретность и кратчайшие сроки. В этих условиях Казахстан вводил собственную национальную валюту. А доставка тенге из подземных хранилищ в Алматы во все отделения банков страны вообще напоминает спецоперацию. Самолеты из алматинского аэропорта поднимались секретным грузом несколько раз в день в течение недели. Казахстан стал страной, которая так быстро и успешно ввела в обращение новую национальную валюту. Теперь республика уже могла проводить собственную макроэкономическую политику. Именно появление тенге стало одним из триггеров проведения реформ в республике и во многом способствовало постепенному внедрению рыночных механизмов. Но собственная стабильная национальная валюта — это лишь половина успеха. Конечно же, доэкономического бума было еще далеко. Нескоро Казахстан назовут центрально-азиатским барсом. Промышленность нуждалась в капиталовложениях и новых технологиях. Флагманы экономики — предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности — находились в упадке. Только в сфере добычи нефти в конце 1992 года более 10% нефтяных скважин в Казахстане были изношенными. Порядка ста нефтегазовых месторождений простаивали. И когда они вновь начнут качать черное золото, никто не знал. Богатые энергоресурсы Казахстана и грандиозное стратегическое видение первого президента Республики Казахстан, Нурсултана Назарбаева, обеспечили приток инвестиций в обретшую свою независимость республики. Его долгосрочные стратегии развития нации, экономической диверсификации и международной политики создали благоприятный инвестиционный климат. Все это создало благоприятные предпосылки в начале 1990-х годов для присоединения компании «Эксонмобил» к проектам мирового уровня, реализуемых в Казахстане. В начале 1993 года наша компания вошла в Северокаспийский консорцию, а в 1997 году приобрела 25-процентную долю в ТО «Тингишеврел». Являясь одним из ведущих иностранных инвесторов Республики Казахстан с суммарным объемом инвестиций свыше 26 миллиардов долларов, я с гордостью могу сказать, что и сейчас, спустя много лет, Казахстан по-прежнему играет важную роль в глобальном портфолио «Эксонмобил». В центре внимания американской транснациональной компании оказалась открытая еще в конце 70-х одной из крупнейших в мире тенгизских месторождений нефти. 6 апреля 1993 года президент Казахстана подписал указ о деятельности совместного предприятия «Тенгиз Шевройл». В 1993 году компания «Шеврон» стала первой крупной иностранной компанией, которая пришла в независимый Казахстан. Неудивительно, что эта сделка была названа «контрактом века». Благодаря долгосрочному видению и дальновидной политике первого президента в Казахстане был создан благоприятный инвестиционный климат, который способствовал реализации проектов. Управляющий директор евразийского бизнес-подразделения транснациональной энергетической компании называет это время одним словом – невероятное. Апрель 1993 года был очень важной датой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, с самого начала нам пришлось столкнуться с трудностями. Но я считаю, что время доказало успешность нашего совместного предприятия, и мы очень гордимся партнерскими отношениями с Казахстаном за последние 30 лет. С 1993 года по первую половину 2021 года Тенгиз Шевройл произвели прямые финансовые выплаты Казахстана на сумму более 156 миллиардов долларов, включая заработную плату казахстанских работников, закупку казахстанских товаров и услуг, оплату пошлин государственных компаний, выплату прибыли казахстанским акционерам, налоги и роялти. В 1993 году в Казахстан пришла еще одна из ведущих в мире энергетических транснациональных компаний – «Эксонмобил». И сегодня Международная нефтегазовая компания занята в сфере разведки, разработки, добычи и транспортировки нефти и газа с отечественных углеводородных месторождений. Реализуемый в настоящее время проект расширения на Тенгизе представляет собой один из крупнейших инвестиционных проектов в глобальной углеводородной отрасли. Несмотря на сложности, вызванные пандемией COVID-19, реализация проекта идет успешно. Следующим проектом с нашим участием является Северокаспийский проект, который включает Кашаган – одно из самых больших месторождений, обнаруженных в мире за последние 40 лет. Стратегический подход Казахстана, а именно программа развития «Казахстан-2030» позволила сфокусироваться на развитии наиболее перспективных секторов экономики. И уже в 2000 году рост ВВП в Казахстане составил почти 9%. И в это же время в стране был основан Национальный фонд, в котором начали аккумулировать средства, поступающие из сырьевого сектора. Энергетическая транснациональная компания «Шеврон» стала единственной, которая успешно вышла на рынок молодой независимой страны в те годы. Уже к декабрю 1993 года правительство республики подписало 14 соглашений о создании совместных предприятий в нефтегазовом секторе с участием американских компаний. Две вещи, нет, даже три вещи, которые произошли. Первое. Казахстан модернизировал общую инвестиционную структуру. Во-вторых, за последние десятилетия он начал значительно развивать свой энергетический сектор. В-третьих, Казахстан диверсифицировал экономику. Вы видели, как американские компании выходили на рынок с диверсифицированной экономикой. Так что я думаю, что современная инвестиционная структура, развитие энергетических ресурсов, а теперь и диверсификация экономики, были одними из этапов, стоящих за растущим сотрудничеством Казахстана и крупнейшими компаниями Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что рыночная экономика служит для оптимального распределения ресурсов. И я думаю, что если бы Казахстан не перешел на рыночную экономику, то экономика не достигла бы таких высот. Мы на 100% поддерживаем рыночную экономику. С первых дней независимости Казахстана наша страна оказалась в фокусе внимания китайского бизнеса, который уже тогда вышел на доминирующие позиции в азиатском регионе. Компании Поднебесной всегда были заинтересованы в тесном торговом сотрудничестве с нашей страной. Но в начале 90-х, откровенно говоря, они с опаской рассматривали казахстанский рынок. И одной из первых, благоприятный инвестиционный климат, созданный в Казахстане, оценили в китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC. К слову, она занимает третье место среди 50 крупнейших нефтяных компаний мира. Пятое место в рейтинге 500 крупных мировых компаний. В Казахстане создана благоприятная среда для ведения бизнеса. С момента обретения независимости Казахстан добился экономических успехов, признанных в мире, а также приложил немало усилий для улучшения инвестиционной среды. Первым большим совместным проектом Китайской национальной нефтегазовой корпорации в Казахстане стала разработка в 1997 году Актюбинского нефтегазового месторождения. Сегодня в компании именно этот проект называют началом китайско-казахстанского сотрудничества в нефтегазовом секторе. Благодаря совместному сотрудничеству партнеров из Казахстана и Китая объем добычи нефти и газа постоянно растет. В 2010 году Актюбинский проект стал четвертой зарубежной базой добычи нефти и газа для Китайской национальной нефтегазовой корпорации и первой базой в Центральной Азии с масштабом добычи нефти на уровне 10 миллионов тонн. С тех пор его годовая добыча нефти и газа поддерживается на уровне более 10 миллионов тонн. Нефтепровод Казахстан-Китай смело можно назвать одним из главных совместных проектов в нефтегазовой сфере наших стран. Труба берет начало в Атасу и заканчивается в Алашанькоу, в Синдзяно-Уйгурском автономном районе Китая. Ее протяженность почти тысяча километров. Ежегодно по ней перекачивается 20 миллионов тонн черного золота. Эта система стала первой, которая позволила импортировать нефть из западного Казахстана в Поднебесную. Ветка проходит от Каспийского побережья Казахстана до Синдзяна в Канэр. Казахстан обладает преимущественным географическим положением и ресурсами. С древних времен Казахстан выступал в качестве культурного моста между Европой и Азией, а сегодня это транспортный центр Евразии. По удобным транспортным сетям товары могут доставляться на соседние потребительские рынки, а также соединяться с рынками Евразийского экономического союза, что привлекает иностранных инвесторов. Казахстан и Китай являются близкими соседями, соединенными общими горами и реками. Казахстан – это крупнейшее в Центральной Азии государство по запасам и объемам производства углеводородных ресурсов. Китай же самый большой в Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок потребления нефти и газа. Раньше углеводородное сырье Казахстана экспортировалось в основном в Европу, а в Китай нефть и газ поступали главным образом по морям. Газопровод «Казахстан-Китай» – это казахстанский участок трубопровода «Центральная Азия-Китай», начинающегося в Туркменистане. В Казахстане он тянется из Туркестанской области до Харгоса в Китай с общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год. По состоянию на сентябрь этого года по двум трубопроводам в Китай было поставлено 151 миллион тонн нефти газа и более 368 миллиардов кубометров газа. Эти трубопроводы эксплуатируются безопасно и стабильно. непрерывно внося свой вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и стали настоящим энергетическим шелковым путем. Передовые технологии Китайской национальной нефтегазовой корпорации в сфере разведки и разработки углеводородов на суше также начали применяться в Казахстане, что придалось стимулу развитию нефтегазового сектора в вашей стране. Это дает нам решимость постоянно расширять стратегическое сотрудничество в области нефти и газа с казахстанскими партнерами. Хуан Юнчжан увидел лично, насколько казахстанцы стремятся жить лучше. И видел, что государством прилагаются все усилия для этого. Десять лет назад, когда я работал в дочерней компании Китайской национальной нефтегазовой корпорации, мне выпал шанс побывать в Казахстане. Страна и народ Казахстана произвели на меня глубокое впечатление. В первую очередь это гостеприимство и искреннее отношение казахского народа, что заставило меня чувствовать себя как дома. Во-вторых, великолепные пейзажи и культурное разнообразие Казахстана. Они показали мне, что у народа Казахстана прекрасные традиции уважения и заботы о природе, а также разнообразная и толерантная культурная среда. В-третьих, казахстанские коллеги относятся к работе серьезно, профессионально и ответственно. Это достойные уважения партнеры. В-четвертых, Казахстан находится на этапе бурного экономического развития. В стране во всех сферах чувствуется жизненная сила. Но это сегодня. А в начале 90-х модернизации подлежала не только промышленность. Требовалось пересмотреть буквально все основы основ. Стране нужен был стратегический документ, который и задаст главные направления на ближайшие годы. И в год пятилетия независимости страны документ, определяющий курс развития государства на ближайшую перспективу, был представлен. Нурсултан Назарбаев обнародовал стратегию 2030. Кстати, Казахстан стал первым в странах Содружества, кто принял долгосрочную стратегию развития. Работа над долгосрочной стратегией Казахстан 2030 началась примерно в середине 90-х. Ей предшествовала очень большая подготовительная работа. И я консультировал группу казахстанских экспертов. Мы изучили аналогичные программы в других странах. Сегодня, по прошествии трех десятилетий, у меня складывается однозначное убеждение, что во многом ее принятие стало той самой отправной точкой в стремительном развитии Казахстана в эти годы. Вы знаете, мы изначально определили семь ключевых направлений этого документа. Это национальная безопасность, стабильность внутри страны и консолидация общества, экономический рост, здоровье, образование и благополучие казахстанцев. Развитие энергетических ресурсов, развитие инфраструктуры, коммуникации, и главным образом транспорта и связей, создание профессионального правительства. И я бы отдельно хотел сказать о таком направлении стратегии, как экономический рост. Он базировался на открытой рыночной экономике, где высокий уровень иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Это же очевидно, что не будь стабильной и динамично развивающейся экономики, то не будет налоговых поступлений, не удастся сократить безработицу, эффективно бороться с коррупцией. Стратегия «Казахстан-2030» стала основой еще более масштабной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Сегодня в стране реализуется третья программа индустриализации, а первая стартовала в 2010 году. И рассчитана она была на пять лет. Индустриализация охватила практически все отрасли промышленности, включая сырьевые сектора, развитие инфраструктуры. Республика превратилась в большую строительную площадку, на которой возводились современные предприятия, тысячи километров дорожно-транспортной магистрали, коммуникации и инфраструктура. Только в первую пятилетку индустриализации в Казахстане заработали порядка 800 новых предприятий. Стали производить 500 совершенно новых для нашей страны товаров, создано более 200 тысяч новых рабочих мест. И это, заметьте, только за годы первой пятилетки программы новой индустриализации Казахстана. Всего же за 10 лет существования этой программы объем легкой промышленности вырос в 3,5 раза. Производить в 3 раза больше стали в машиностроении, в 5 раз в металлургии. Просто две цифры. 90-й год. Украина по объему самим доходом, то есть Советского манамного ВВП, это фактически две Центральных Азии вместе взлетают. 90-й год. Советская статистика. 2019-2020 год. Казахстан. Это полтора Украины. Один Казахстан. ВВП. Время Казахстан уже достиг высокого уровня доходов на душу населения. Уровень бедности не выше, чем в большинстве стран мира. Но ключевая задача – это диверсификация экономики, рост благосостояния ваших граждан. Совершенствуя существующую систему, Казахстан поднял качество стандартов того, что он производит. Теперь их признают в других странах. Есть много программ, которые правительство делает для экономики простых вещей и другие проекты, которые способствуют укреплению всех отраслей промышленности. Сначала экономика, потом политика. Эта нехитрая, на первый взгляд, формула, предложенная Нурсултаном Назарбаевым в самом начале пути независимого Казахстана, сегодня уже выглядит как стопроцентно успешная стратегия становления молодого государства. И сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что правильно выбранные приоритеты в самом начале пути, тогда, 30 лет назад, сегодня помогают Казахстану двигаться дальше по пути экономического развития и роста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова